Всем добрый вечер, это первая студия. Сегодня будем говорить о природоохранных мероприятиях. У нас в студии Руслан Маликович Тулебаев, руководитель Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Руслан Маликович, добрый вечер. У нас с вами 15 минут, чтобы рассказать о главном. И первый вопрос такой. Расскажите о работе вашего ведомства. Какие основные функции у вас? В первую очередь я хотел бы отметить, что у нас в Павлодарской области порядка 480 тысяч гектаров государственного лесного фонда, из которых 50% это лесопокрытые площади. Также порядка 10 миллионов гектаров охотничьих хозяйств, где у нас обитает более 60 видов животных, в том числе 22 млекопитающих и 40 видов птиц. Все это охраняется лесоохранными и предохранными учреждениями, а также субъектами охотничьего хозяйства. Так вот, миссия нашей инспекции, это в рамках нашей компетенции осуществление контроля и надзора за деятельностью этих предохранных и лесоохранных учреждений, а также субъектов охотничьего хозяйства по вопросам охраны, защиты, использования, воспроизводства растительного и животного мира. — Словом, вы отвечаете полностью за наши леса и животный мир, который в этих лесах, полях обитает, да? Скажите, вот за последние годы как-то увеличилась численность животных, птиц? — Согласно учетных данных, динамика, естественно, положительная, рост есть, и в том числе и по краснокнижным видам животных у нас динамика идет в рост. У нас на сегодняшний день по Павлодарской области порядка 16 видов животных и птиц, которые занесены в Красную книгу Республики Константин. — Это какие такие назовите, такие распространенные? — Из млекопитающих я бы назвал, вот архар, которые обитают у нас в Байнаульском районе, лесная куница, вот, из птиц это журавль-красавка, лебедь-кликун, шипун, сокол-балабан, вот такие вот птицы. — То есть эти животные под особой охраной? — Они находятся под особой охраной, их изъятие карается. — Ну вот видим, сейчас все чаще выкладывают, да, вот случайно там архара увидят в Байнауле, как бы раньше таких снимков не было. — Ну да, действительно, я как и говорю, динамика показывает рост численности как краснокнижных, так и всех видов животных на территории области. Порядка уже на 10% идет. — Благодаря чему, как вы считаете? — Это благодаря тем охранным мероприятиям. Во-первых, у нас по территории области три особо охранения природных территории. Это у нас Баяновский национальный природный парк, а также государственный лесной природный резерват. — Дверд Сурмана, да? — Дверд Сурмана. Пойма, государственный зоологический, комплексный заказник пойма реки Иртыш. Это по территории Павлодарской области вдоль поймы реки Иртыш. Общей площадью 377 тысяч гектаров это заказник, где как раз-таки охота запрещена. И благодаря вот этим мерам принятым как раз-таки наблюдается тенденция увеличения. — Охота запрещена во всех этих трех объектах? — В целом, согласно правилам охоты, охота запрещена на незакрепленных охотничьих территориях, на особо охраняемых природных территориях, на землях населенных пунктов, на землях промышленности. Также на расстоянии, вот на землях запасы и так далее, вдали от населенных пунктов, на расстоянии, обеспечивающие безопасность от выстрелов. — Вот эти земли для охоты, они как-то меняются каждый год? — У нас на сегодняшний день, как я уже сказал, 10 миллионов гектар охотничьих угодий. — Это 38 охотничьих хозяйств, которые закреплены на сегодняшний день за 5 субъектами охотничьих хозяйств, то есть за 5 охотпользователями. — Это у нас по Павлодарской области областное общество охотников и рыболовов, ИП Скворцов, ИП Мазукин, Алюр-компании. И вот в прошлом году было закрепление транспортной компанией, если я ошибаюсь, с Западной Казахстанской областной транспортной компанией. Вот они тоже были закреплены на охотничьих хозяйствах, Лазовское, в Успенском районе. И вот из 38 охотничьих хозяйств на 29 можно охотиться, на 9 охотничьих хозяйствах нельзя запрещена охота, так как они находятся в резервном фонде. ИП ДОМ охотничьих хозяйствах, это Чернорецкое и Лазовское, нельзя охотиться так, как они были закреплены только в прошлом году, и в этом году на них лимит изъятия животных не был утвержден. В целом вот у нас в апреле месяце ожидается открытый сезон охоты, с 22 апреля по 6 мая здесь можно будет охотиться на селезни уток и самцов в Тетерево. Каковы вообще условия охоты? Ну, условия охоты оговариваются правилами охоты. Они каждый год меняются? Нет, нет, это единые требования, которые константно закреплены. И на территории, можно охотиться только на территории охотничьих хозяйств, куда имеется у тебя соответствующее разрешение, путевка. Должно быть обязательно удостоверение охотника, должно быть обязательно разрешение на ношение, хранение огнестрельного оружия. Ну, если охотиться с ловчими птицами или собаками, соответственно, паспорт на ловчих птиц, собак, на животное. Понятно. Сколько людей в вашем штате? У нас по инспекции 9 сотрудников, которые обеспечивают реализацию тех возложенных функций на инспекцию по всей территории Павлодарской области. Получается, работа у вас такая выездная? В основном выездная работа. Мы проводим контрольно-инспекционные мероприятия, у нас и рейдовые мероприятия, и проверочные мероприятия. В целом, по итогам прошлого года, было проведено порядка 6-9 рейдовых мероприятий и порядка 63 контрольных проверок субъектов лесного хозяйства, то есть лесоохранных учреждений и предоохранных организаций области. Какие полномочия по результатам проверок? По результатам проверок инспектора инспекции имеют право выносить обязательное предписание, приостанавливать деятельность, привлекать к административной ответственности. Вот такие компетенции наших инспекторов. Знаем, что в республике совсем недавно началась операция САЙГАК. Расскажите, пожалуйста. По всему Казахстану стартовала, с 15 апреля стартовала широкомасштабная акция САЙГАК. Она направлена как раз-таки на сохранение, увеличение популяции данного вида животного. В период данной акции будет проводиться усиление охранных мероприятий. В целом эта акция инициирована тремя ведомствами. Это Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство экологии Республики Казахстан. Эти три ведомства заключили между собой трехсторонное соглашение, утвердили план совместных мероприятий, который направлен как раз-таки на обеспечение охраны вот этих редких исчезающих копытных животных. Почему? Эта акция САЙГАК проводится в два этапа, весенний этап и зимний этап. Весенний этап как раз-таки с 15 апреля по 15 мая, период ее окота, сейчас начинается ее окот. Именно они уязвимы в этот период, эти животные. И цель акции как раз-таки предотвращение браконьерства, усиление охранных мер. Также проводится мониторинг социальных сетей на предмет выявления, объявлений различного рода по реализации САЙГАКов, тушь, мяса, скажем так, и других дериваторов датных животных. Какая популяция САЙГАКов у нас? В целом по Казахстану на сегодняшний день популяция в сравнении с 2015 годом возросла почти в 4,5 раза и составляет 1,318,000 особей. И по Павлодарской области у нас на сегодняшний день уже численность ее доходит где-то до 20 тысяч единиц. В целом места, ареал обитания по Павлодарской области у нас это Баяна-Урске, Майские районы, земли города Аксу, земли города Кибрастуза. Как раз-таки вот это местная САЙГАНа, не мигрирует, практически круглый год находится здесь. У нее свое есть место, где она обитает? Ареал своего обитания, она до границ Восточно-Казахстанской области, Караганецкой области и в границах Павлодарской области. Больше степей у них? Нет, больше всего, только степей. Только степей у них, да? В Сагаке живут только степей на земле. И я так понимаю, что будут мобильные бригады работать? Ну, эти мобильные бригады формируются как раз-таки на период акций. В составе этих мобильных бригад представители правоохранительных органов, представители республиканского государственного предприятия Охотзоопром, это специализированное предприятие комитета лесного хозяйства, а также инспекторов нашей инспекции. Вы тоже будете входить туда? Да, наши инспекторы также принимают участие. Будут выставляться мобильные посты на выездах из дорог, а также будет проводиться непосредственно мониторинг в местах ее обитания, да. Будут проводиться наблюдения за процессом Охота. Какое наказание предусмотрено за отстрел Сайгака? Сайгак на сегодняшний день, он не внесен в Красную книгу, но и вместе с тем он является животным. За незаконное добывание его предусмотрено наказание равнозначно, если ты изъял животное, которое занесено в Красную книгу. То бишь, согласно уголовному кодексу, на сегодняшний день предусмотрен штраф в размере 6 тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничение свободы от 3 до 10 лет конфискации имущества. Помимо этого, с возмещением причиненного ущерба, то есть за незаконное изъятие одного самца предусмотрен ущерб в размере 7-8 миллионов тенге и за самку и сигалетку Сайгака в размере 5-6 миллионов тенге. Довольно-таки серьезное наказание. Очень серьезное наказание. В нашей области были случаи? В нашей области, к счастью, за последние 5 лет фактов именно незаконного изъятия, оборота частей дереватов Сайгаков не зарегистрировано. Последний факт это был, по-моему, в 2016 году, когда были задержаны как раз-таки незаконные изъятия. Хорошо. Как восстанавливается лесной фонд у нас в области? Лесной фонд у нас, как я уже сказал, 480 тысяч гектар. Он закреплен за пятью субъектами. Это два предохранных учреждения, резерват Эр-Цюр-Мане. Самый большой, 72% лесного фонда, это как раз-таки находится в ведении резервата Эр-Цюр-Мане. Наш знаменитый Шалдайский бор, да? Да, знаменитый Шалдайский бор. 127 тысяч гектар находится в ведении трех лесных учреждений, которые находятся в ведении Акимата. Это порядка 23%. 69 тысяч гектар – это Гослесфонд Байновского национального природного парка. В 2020 году была президентом инициирована как раз-таки поставлена задача по увеличению лесного фонда республики. было дано поручение высадить 2 миллиарда седенцев как раз-таки на территорию государственного лесного фонда и 15 миллионов на территорию населенных пунктов. В рамках данного поручения по области была разработана комплексная программа на 5 лет, согласно которой в течение 5 лет предусматривалось увеличить лесной фонд на 19,6 тысяч гектар. Это порядка, получается, 106 миллионов тысяч штук должны были посадить на территории Павловской области. На сегодняшний день, за два года, уже 32% от плана уже выполнено. Ну, в основном, большая доля, это как раз-таки приходится на резерват Эрцорманы. У него ежегодный объем воспроизводства порядка 2000-3000 гектар. За счет своих же питомников, да? Да, у резервата и у Байновского национального парка свои лесные питомники, то есть, всю потребность посадочного материала, собственно, они перекрываются сами. Что не скажешь о лесных утверждениях? В лесных утверждениях в этом году у них объем 1200 гектар, это получается в 2,5 раза больше объема прошлого года. Но, к сожалению, у них своего постоянного лесного питомника нет, ежегодно посадочный материал они приобретают по государственным закупкам. То, что они заложили в 2020 году 3 временных питомника, тоже положительного результата не дали. Практически 70% сеянцев были списаны, то есть, не прижились, которые они высадили. Какой срок вообще приживаемости? Когда считается, что дерево уже все прижилось? Мы на территории государственного фонда используем двухлетний стандартный посадочный материал, то есть, если на питомник его высадить, он дойдет до стандарта только через 2 года. Есть свои требования к стандартам по высоте. Через 2 года вы его высаживаете? Через 2 года он уже высаживается на территории лесного фонда, как лесные культуры, закладываются в лесные культуры. Но при этом одновременно у нас же действуют моратории, да, на вырубку? Уже мораторий на вырубку снят с 2021 года. До 2021 года было по Чалдайскому. Что во многом, кстати, спасло наш лес? Да, это сыграло огромную роль как раз-таки в сохранении и при умножении лесных ресурсов. По Паводарской области вернемся к воспроизводству. У нас, как я уже сказал, объемы в основном за счет резервата. За 2 года уже сделана была большая работа. Но, к сожалению, мы не имеем той приживаемости нормативной, которая у нас научно была определена. По Паводарской области, если высадили 100 гектар, нормативная приживаемость где-то 60-70% должно сохраниться. Но на сегодняшний день всего лишь от тех посадок, которые были произведены за 2 года, 41% приживаемости. Причина в первую очередь как раз-таки это за 2 года весной у нас неблагоприятные погодно-климатические условия. Засушливая как раз весна, без дождей. И вот это сыграло отрицательную роль и повлияло на приживаемость. Осенью посадки у нас не производится? Вообще по практике практикуется. И в этом году резерваты Иртсурманы и Паводарское учреждение похороненцев животного мира часть своего плана оставляют на осень. Если, допустим, по резервату в этом году 3000 гектар, 1500 они сажают весной сейчас, и 1500 гектар они оставляют где-то на октябрь месяц. А есть анализ, где больше приживаемость осенних посадок или весенних? Вообще лучше всего приживаются весенние посадки. Лучше всего. Потому что они выходят с зимы, процесс вегетации еще не начался, его высаживают в грунт, и он уже в грунте просыпается, идет вегетация. Но самое главное, чтобы было благополучно. И буквально пару слов по Байнаурскому нацпарку. Что там? Вообще там же ничего нельзя рвать, по идее, чтобы наши туристы понимали. Не то, что нельзя ничего рвать. Ну даже цветы собирать, по идее. Это насаждение реликтовое, которое у нас, эндемик, произрастает именно в Байнаурском национальном парке, это ольха черная. Были факты как раз таки в прошлом году по незаконной порубке. За 6 насаждений ольхи черной ущерб был выставлен в 21 миллион тенге. За 6 деревьев, которые были срублены. Это были местные? Это были, на сегодняшний день идут следственные мероприятия, а конкретно виновное лицо до сих пор не установлено. Но данный факт был выявлен как раз таки инспекторами нашей инспекции в ходе проведения проверочных мероприятий по одной из жалоб. Услава Альгорьевич, я благодарю вас за полезную информацию. Наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Увидимся на телеканале Иртес. Редактор субтитров А.Семкин